Это всё время отбрасывает вас назад в похудении. Это случается на любой диете и происходит гораздо чаще, чем мы думаем. Это лишает нас мотивации и приводит к ещё большему набору веса. Я говорю про срывы, и сегодня вы узнаете, почему срываетесь, как этого избежать и что делать, если вы очнулись у холодильника в 3 часа ночи. Меня зовут Андрей Невский, я нутрициолог и основатель школы комфортного похудения. Устраивайтесь поудобнее, начинаем. Давайте договоримся называть срывом ситуацию, когда вы потеряли контроль над собой и начали есть всё подряд. Сама по себе она не страшна, но, как назло, случается именно в те моменты, когда мы с таким трудом работаем над своей фигурой, пытаемся подтянуть живот, уменьшить талию и снова влезть в свои классные джинсы или платье. Сорвавшись, мы начинаем есть всё подряд и получаем хорошую, но не запланированную порцию калорий, которая не только мешает продолжать похудение, но и возвращает потерянные килограммы. Иногда срыв затягивается настолько, что мы легко набираем всё обратно и даже больше. В итоге, вместо того, чтобы кайфовать от своей фигуры в зеркале, вы опускаете руки и решаете вообще больше никогда не худеть. Это большая ошибка, ведь срывов можно избежать. Всё, что нужно, запомнить сегодняшние рекомендации и применять их. Почему случаются срывы? Есть 5 причин. Первое. Тяжёлые условия похудения. К ним относится всё, что заставляет вас страдать в попытках скинуть лишнее. Это может быть запрет на любимые продукты или сладости. Кто вообще придумал, что для похудения нужно лишать себя вкусняшек? Эти люди хоть сами пробовали худеть на силе воли? Вряд ли. Если вы жить не можете без шоколада, то отказавшись от него, со временем начнёте видеть шоколадные сны и срываться на всё подряд. Второе. Слишком низкая калорийность. Ко мне каждый месяц приходят люди от одного эксперта, который сажает всех, не глядя, на 400-600 калорий и ждёт от них классных результатов в похудении. Результаты есть. Вот только постоянные срывы мешают, и худеющие срываются, так и не увидев приятных цифр на весах. Это садистский метод, ничего общего не имеющий ни со здоровьем, ни с адекватностью в принципе. Третье. Невкусная еда. На мощной мотивации мы можем питаться хоть одной гречей с курогрудкой и огурцами. Проблема в том, что похудение – процесс, требующий времени. Вес вы набираете годами и за пару недель с ним не справиться. А на длительной дистанции любая мотивация неизбежно будет слабеть. Если вы изо дня в день будете есть то, от чего вы в обычное время бы отказались, то как только мотивация ослабнет, шашлык, борщ или тирамису возьмут вверх. Снова срыв и набор веса. Четвертое. Наши эмоции. Если вы привыкли с помощью еды расслабляться, снимать стресс и глушить грусть, то во время похудения это поведение никуда не денется. Еда – очень надежный и недорогой источник радости для каждого человека. Неудивительно, что в эмоционально трудные периоды мы чаще перекусываем и съедаем больше. Если это про вас, напишите в комментариях, в каких ситуациях вы чаще всего начинаете есть. Последняя причина срывов – нехватка мотивации и поддержки. Когда вы неделями не видите результатов, хотя делаете все необходимое, вы теряете контроль от малейшего повода. Только железный человек способен действовать, не видя плодов своего труда. Поэтому важно худеть результативно, чтобы постоянно ощущать свой прогресс и верить в собственные силы. Особенно это актуально для тех из вас, кто уже худел много раз и каждый раз вес возвращается. Очень сложно поверить в себя после такого и в очередной раз заняться собой. А если уж поверили, то любая сложность на этом пути может выбить почву из-под ног и привести к срывам. Окей, с причинами разобрались, но что делать, чтобы избежать срыва? Первое. Учитесь замечать его приближения. Например, поймав себя на фантазиях о еде. Если в течение дня начинаете представлять вкусы и запахи пищи, думаете о том, как вы их покупаете, готовите и с большим удовольствием едите, это первый сигнал. В такой момент будет здорово позвонить или написать вашему нутрициологу, наставнику или просто близкому человеку, который вас поддерживает. Поговорите с ним. Поделитесь эмоциями и страхами. Расскажите о своих фантазиях и о том, как трудно держать себя в руках. Часто уже этого бывает достаточно, чтобы найти изящный выход из кризиса и уйти от срыва. Второе. Оценивайте, что именно становится триггером в такой ситуации. Запреты в еде, чувство голода, определенная ситуация, мысли, воспоминания. Как правило, каждый раз у нас срабатывают одни и те же спусковые крючки. Анализируйте их. Возьмите лист бумаги, ручку и выпишите все предположения на этот счет. И вы очень быстро поймете, в чем дело. Если дело в эмоциональных потребностях, которые вы закрываете едой, попробуйте выявить эти потребности. А дальше составьте план, который поможет предотвратить срыв. Делайте это лучше на спокойную голову и сытый желудок. Представьте, что вас снова тянет сорваться по привычному сценарию. Что вы будете делать? Возможно, для снятия стресса больше подойдет не коробка с Рафаэлла, а ванна с пеной и свечами. Может быть, в грустный день лучше прогуляться с любимой музыкой в наушниках или посмотреть душевное кино. Запишите этот план и пользуйтесь им. Еще советую скачать бесплатную памятку «Как справиться со срывами». Там 10 важных пунктов, которые могут спасти вас от этого неприятного явления. Ссылка в описании. Ну и третье. Если вы сорвались и начали есть все подряд, не отчаивайтесь и не наказывайте себя. Здесь главное избежать действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Ваше похудение не пропало, это всего лишь временная остановка. Скажите себе «Окей, ничего страшного не произошло». Срывы в похудении случаются, и я предлагаю относиться к этому философски. Как к внезапному дождю посреди солнечного дня. Да, вы промокли, да, настроение уже не то, но ничто вам не может помешать продолжить свой путь. Возвращайтесь к контролю рациона, не устраивая разгрузочных дней и не лишая себя вкусняшек. Проанализируйте произошедшее и вернитесь к пункту 2, где вы составляете план на будущее, чтобы в следующий раз не сорваться или хотя бы снизить вероятность срыва. И помните, у вас обязательно все получится, и вы достигнете своей цели в похудении. Все, что нужно – не сдаваться и продолжать идти вперед. Конечно, похудеть непросто, еще сложнее удержать результат. Подпишитесь, чтобы улучшить свое здоровье и похудеть навсегда. Ну а с вами был Андрей Невский, всем комфортного жиросжигания и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok